В минувший воскресный день памяти преподобного Иоанна Лествичника митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии совершил божественную литургию в храме святого Александра Невского в Шувалове. Архиерейское богослужение в небольшом храме святого Александра Невского состоялось за три недели до Пасхи. Радость для верующих, соборная молитва, возносится здесь со второй половины XIX века, за исключением 36 лет, когда храм Шувалова был закрыт, как и многие другие. Сегодня это памятник архитектуры местного значения охраняется государством. Иисус же речень ему, держащий, что можешь и веровать, и все возможно верующему. Я, перевоззапив, отец, отрочате, со слезами глаголаши, верую в Господи, повози моему неверию. Евангелие дня напоминает нам об особом усердии, в стяжании крепкой веры. Такая не каждому дается слыша, некоторые вырабатывают ее всю жизнь. Таким примером может для нас являться Иоанн Лествичник. К его житию в своей проповеди обратился митрополит Варсонофий. Сегодня Святая Церковь предлагает нам подвижника горы Синальской, преподобный Иоанна, который осуществил Евангелие в своей жизни. Он показал путь не просто в своей жизни, но он еще описал его и дал нам как наследие свое творение, чтобы мы, читая его, избегали тлетворных страстей, которые нас никак не могут от мира отъединить и начать жизнь добродетельную. В половине книги она лечит, как раз о страстях говорится. О том, с какими страстями надо христианно бороться, чтобы приступить к добродетельной жизни. И, преодолев их, потом начать уже жизнь добродетельную и восходить на гору. Как он приводил пример, справка Исаия, взойдем на гору. Какую гору высокую? А что там на горе? А на горе там Дом Божий. Вот куда мы идем с вами. В заключении владыка-митрополит пожелал верующим помощи Божией дойти достойно до Светлого Христового Воскресения, а приходу подарил икону преподобного Серафима Вырицкого.